С помощью аппарата Сигма, который побывал в космосе, ученые провели 12 экспериментов в области космической медицины и биологии. Новейшая аппаратура – разработка самарских ученых. В сфере научных изысканий в освоении космического пространства наш регион признанный лидер. Самарский аэрокосмический университет в числе 14 лучших вузов страны. Через пять лет у него есть все шансы войти в первую сотню ведущих университетов согласно мировому рейтингу. На реализацию программ и инновационных проектов аэрокоса из регионального бюджета за последние годы выделено порядка 450 миллионов рублей. Развитие и поддержка научного сообщества и новых разработок стали главными темами на торжественной встрече в честь Дня российской науки. Наша наука российская, естественно, и самарская в определенном мире. Мы очень многие позиции подрастеряли. Это больше всего, конечно, было связано с той ситуацией в стране, которая сложилась или складывалась, особенно в 90-е годы. Мне бы очень хотелось, чтобы мы по параллельным направлениям где-то в ближайшем 3, 5, 7 лет могли выйти на позиции абсолютно мировые, могли бы калькулировать. Новое поколение талантливых ученых будут растить в молодежном конструкторском бюро на базе Аэрокосмического университета, где ежегодно смогут обучаться порядка 50 лучших специалистов со всей страны. Еще одним шагом в ренессансе самарской науки станет стратегический проект «Технополис Гагарин Центр», где объединятся образование, наука и высокотехнологичное производство. Однако на космосе самарская наука не замыкается. Медицина, химия, физика, технические науки, педагогика – отрасли, где тоже есть чем гордиться. Премии губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в науке получили 8 самарских ученых, еще трем присвоены почетные звания. Выдающиеся ученые отметили отрадно, что вновь в науку идет молодежь, которая буквально горит новыми идеями и энтузиазмом. У нас стихийно возник такой молодежный сектор. Уже сейчас решаются очень сложные задачи по просьбам авиационного завода. Те вложения, огромные, о которых здесь говорилось, они уже начали давать отдачу. С 2014 года по поручению губернатора студентам и аспирантам СГЭО выплачивают дополнительную стипендию имени Кузнецова. 600 стипендий губернатора, 100 стипендий имени Алабина, областные премии и гранты, дополнительные доплаты молодым сотрудникам предприятий. Даже в непростых экономических условиях поддержка светил науке в приоритете. Это фундамент для стабильности российской экономики в будущем. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. Редактор субтитров А.Семкин